Это Адмиралс, меня зовут Лембиту. Если вы регулярно ловите себя на мысли, теханализ не работает, потому что каждый раз, следуя его рекомендациям, получаете убыток, тогда это видео для вас. Потому что прайс-экшен работает, но не прямолинейно в лоб, как многие думают поначалу. Если бы технический анализ работал просто, например, видишь тренд, значит, он будет длиться до тех пор, пока не столкнется с фигурой голова и плечи или двойная вершина. После разворота пойдет вниз и остановится, нарисовав двойное или тройное дно. К счастью, это не так. Почему к счастью? Потому что если бы рынок двигался так просто, нашлись бы умники, которые нас опередили бы. Поэтому график таит много ловушек и опасностей. Но зная эти ловушки, вы не только их избежите, но и сможете их использовать себе на пользу. Пусть цена двигается в восходящем тренде. Посмотрим на это движение пристально. В зоне сопротивления появился большой продавец, который не пускает цену выше. Ниже большой покупатель. Цена как бы заперта между стенок, но вот большой покупатель переносит свою заявку ниже. И цена устремляется вниз, под давлением рыночного продавца. Многие решат, пробой нижней границы приведет к смене тенденции. На самом деле, тенденция так просто не меняет направление. Ниже поддержки цена встретит стоп-лимитные заявки продавцов, ждущих разворота. Но их заявки будут выкуплены большим покупателем и цена пойдет вверх, под воздействием рыночного покупателя. Можно ли избегать подобных ловушек? Можно, но для этого нужно соблюдать несколько простых правил. И о них сегодня поговорим. Первый тип ловушек формируется на восходящем или нисходящем тренде после консолидации. Эти ловушки эксплуатируют желание начинающих трейдеров поскорее войти в начало разворота. Новички думают, когда цена остановилась на тренде, значит скоро развернется. Не понимая, что выше уровня сопротивления цену ждет новое топливо для движения вверх. Как думаете, о каком топливе идет речь? Напишите ваши идеи в комментариях. Небольшая подсказка. В предыдущих видео об этом подробно рассказывал. Та же история происходит на тренде вниз. Цена раз за разом сталкивается с новыми волнами продавцов и движется все ниже и ниже, но в какой-то момент упирается в большого лимитного покупателя. Тут хочу сделать небольшое отступление. Часто слышу от трейдеров выражение типа «здесь большой игрок набирает позицию». Очень рекомендую вам даже так и не думать. Почему? Все очень просто. Вы точно не знаете, что в этом месте происходит. А когда говорите «набирает позицию», начинаете верить в то, что понимаете, как действует крупный игрок. И теряете объективность и осторожность, так как можете соблазниться набирать вместе с умными деньгами. Хотя на самом деле здесь, возможно, кто-то закрывает часть своей позиции. Посмотрим еще один пример. Похожие ловушки. Цена снижается, но как бы рисует смену тренда. Первоначальный тренд и так не очень сильный, а тут сформирован минимум выше предыдущего и обновлен локальный максимум. Может показаться, что вот он разворот, но не спешите. Вот первое правило, которое поможет вам избегать подобных ловушек. Всегда исходим из того, что после слабости тенденции цена продолжит двигаться в рамках локального тренда. Слабость тенденции предполагает, что в ближайшее время тренд может усилиться. Второй вид ловушки более простой, но и встречается чаще. В эту ловушку попадают те трейдеры, кто работают по тренду, но опаздывают с входом в сделку на откате. Такие трейдеры ждут более явного подтверждения и зачастую не успевают войти. Цена уходит, и когда возвращается, они решают сейчас или никогда и получают убыток, так как движение идет выше и выбивает по стопу. В этом случае очень важно понимать одно ключевое слово – цена возвращается. А это уже не то же самое, что первоначальное движение, потому что цена столкнулась с крупной заявкой и, не преодолев ее, на некоторое время сменили направление. Какое противоядие против подобных ловушек? Во-первых, нужно четко понимать – это первичное движение или уже второй подход к уровню. Если видите, что подход второй, значит либо не входите, либо стоп ставьте не за пробитый уровень, а за ближайший максимум или минимум. Да, риск увеличивается, но и вероятность получить необоснованный убыток становится меньше. А во-вторых, если видите, что тенденция ослабевает, лучше на откате не входить. Рассмотрим пример такой ловушки. Цена двигается в нисходящем локальном тренде и в какой-то момент показывает слабость. Минимумы обновляются слабо, а затем график идет выше локального хая. Можно подумать, что рост продолжится, но цена возвращается к тренду, показывая силу тенденцию. И тут настало время рассказать о втором правиле. Если видите слабость тенденции, ждите появления ловушек. Спросите, почему? Дело в том, что для продолжения движения нужна энергия, причем нужна хорошая энергия, т.е. актив должен быть получен по выгодной цене. Умные деньги редко торгуют себе в убыток. Где этот актив лучше всего взять? Правильно, в тех местах, где цена как бы намекает на разворот. Третье правило говорит – управляйте своим риском активно. Не оставляйте позицию без стопов. Подходите к торговле ответственно. Помните, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, помог вам ролик распознавать ловушки или нет. Подписывайтесь на канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!